Привет, мужик! С тобой снова Владимир Шамшурин. И сейчас я хочу поговорить с тобой о том, что как же заставить себя подходить к девушкам. То есть, хочу поднять эту тему немножко. Как перестать бояться подходить к красивым девушкам на улице? Скорее всего, и даже 99,100%, что ты каждый день видишь красивых девушек. Ты идешь куда-то, как это выглядит обычно? Ты посмотрел на нее, она вообще офигенно красивая, она прошла мимо, ты развернулся, посмотрел ей на попу, на ноги, что-то оценил внутри, сказал себе, да, я бы ей там, и так далее, и тому подобное. И все. И ты идешь дальше на работу или куда-то еще. Итак, смотри, так как же перестать бояться, как начать подходить? В первую очередь, я хочу поговорить с тобой о личной ответственности. Для этого ты должен осознать самое главное, что жизнь проходит, что жизнь очень быстро проходит. Что сегодня тебе 20, завтра тебе уже 30, или сегодня тебе 30, завтра 40. И при чем проходит именно твоя жизнь. Если ты боишься услышать отказ, ну да, услышишь ты отказ, и что? То есть, ничего в жизни не изменится, ты проглотишь его и пойдешь дальше. То есть, вопрос личной ответственности очень важен. Тебя должно мотивировать само явление того, что есть красивые девушки. То есть, если они ходят, значит, они для кого-то, понимаешь? Есть такой прикол, мы с другом стояли, и друг говорит, увидев очень красивую девушку, то есть, он сказал, блин, и кто-то же ее, ну, занимается с ней сексом он имел в виду. Вот. А она услышала, представляешь, и она поворачивается и говорит, да такой же придурок, как и ты. Вот в чем прикол. То есть, самое интересное, что реально такие же придурки, как и мы, то есть, такие же парни, как и мы, то есть, такие же, ничем не отличающиеся. Просто они смогли подойти, а ты нет. Пусть тебя мотивирует тот факт, что кто-то другой сейчас занимается с ней сексом, а не ты. Это очень важно. То есть, первое, для того, чтобы начать подходить, тебе нужно осознать, что твоя жизнь проходит. Если ты сейчас не начнешь подходить к девушкам, то она так и пройдет, ну, не с теми женщинами, с которыми хочется ее провести. Следующее. Теперь по факту. То есть, что можно сделать, чтобы замотивировать себя? Иногда, вот, всем нужны пинки, да, то есть, самостоятельно у нас очень мало кто может себя замотивировать. То есть, кому-то нужны толчки в спину и слова «иди, иди, у тебя получится», кому-то нужна какая-то другая мотивация. Есть вот два отличных варианта для таких людей, которые не могут сделать это самостоятельно. Первый вариант – находишь какого-то друга себе из тех, которые есть. Только хорошего, нормального, который поймет и серьезно к этому отнесется. Вот. И делаешь следующее. Допустим, даешь ему какую-то ощутимую для тебя денежку, не знаю, 500 рублей, 1000 рублей, 5000 рублей, смотря какие деньги являются для тебя более-менее ощутимыми. Вот. Соответственно, говоришь ему, друг, у меня к тебе просьба, давай сейчас ты будешь показывать мне женщин, к которым мне нужно подойти. Пусть он только показывает красивых, а не каких-то там весом 170 килограмм. Вот. Даешь ему эту 1000 рублей, говоришь, друг, если я сейчас там не подойду к тем девушкам, пятерым, которых ты мне покажешь, чтобы я к ним подошел, ты можешь смело забрать эти деньги. Все. Начинайте работать. Идете куда-то, он показывает, ты подходишь. Ты не подходишь – все. То есть изначально вы должны поставить такие рамки, что, обговорить такие условия, что если я не смог подойти, никаких оправданий, никаких там обид и так далее. То есть друг в данном случае должен помочь жестко. То есть он должен сказать «нет, я забираю эти деньги себе». Поэтому это как вариант может замотивировать тебя. Тебе жалко будет отдавать свои деньги. Есть еще второй вариант. Второй вариант заключается в следующем. Ты декларируешь какому-то уважаемому человеку, которого ты уважаешь, мнение которого о тебе очень важно для тебя. То есть если человек будет считать тебя говном, то ты расстроишься. Может быть это какой-то там Иван Иванович, не знаю, старше тебя, мужчина и кто-то еще. Или какие-то твои друзья. Просто говоришь «Иван Иванович, вот я сейчас, скажем так, пытаюсь научиться общаться с женщиной, мне не надо ваших советов. Единственное, что я вам скажу, давайте так. Если я не приду через неделю к вам с красивой девушкой, подручку, не познакомлю ее с вами, то, соответственно, можете считать меня полным мудаком. Можете ко мне относиться плохо. Можете ко мне так и обращаться. Привет, мудак. Как вариант этот способ может сработать, если тебе нужны какие-то пинки извне, если тебе нужна мотивация от. Как правило, мотивация от появляется в начале, мотивация к появляется в процессе. То есть сначала тебя что-то пинает, потом, когда ты понимаешь, что это классно иметь секс с красивой девушкой, или там просто любовь, отношения, какие-то еще вещи, то это уже будет мотивировать тебя к, ты будешь понимать, зачем ты это делаешь, зачем ты перебариваешь свой страх. Итак, а сейчас еще хочу тебе предложить несколько способов преодоления страха, которые работают, на самом деле они работают. То есть какие могут быть способы преодоления страха? Первая, очень действенная вещь, кстати, очень действенная штука. 40 минут в компании женщин, он называется. То есть смотри, в общей сложности суммарно ты должен провести с разными девушками 40 минут. Ты встаешь, внушаешь себе, осознаешь то, что для того, чтобы я начал чувствовать себя в компании девушек хорошо, спокойно, раскованно, не волноваться, не бояться, я должен в общей сложности провести с девушками 40 минут. То есть ты засекаешь таймер, либо у себя на телефоне, либо просишь какого-то своего друга. 40 минут, обратный отсчет. Увидел девушку, взял себя за яйца, за все остальные места, какие только можно. Нажал на кнопочку, время пошло, пошел к девушке. Подошел, пообщался, там, не важно, 2 минуты. Отошел от нее, там, чем это кончилось, не важно. То есть здесь нужно абстрагироваться от результата, здесь нужно поставить цель в общей сложности набрать 40 минут. Это важно. Вот. Отошел, нажал на стоп, посмотрел, тебе еще осталось, там, допустим, 37 минут. Классно. Увидел следующую, нажал, пошел. Пообщался с ней минуту. Стоп. 36 минут, клево. Следующий, 10 минут пообщался. 26. И как только это суммарное время будет приближаться к нулю, то есть общее время, проведенное с женщиной, будет равняться 40 минутам, ты реально будешь ощущать легкость, облегчение, какой-то, какой-то моральный подъем, скажем так, тебе будет легче подходить. Поверь мне, что будут девушки, которые тебя будут посылать, да, и будут девушки обязательно, которые с тобой будут общаться нормально. И это будет тебя очень заряжать энергетически. То есть это будет тебе придавать колоссальные какие-то ресурсы внутренние. То есть ты реально будешь вот заряжаться этим и идти вперед. Это очень важно. Следующий способ, который тоже хорошо работает, способ понижения значимости. То есть смотри. Ты внушаешь себе так же, что для того, чтобы 10-я девушка отреагировала на меня нормально, меня должны послать, ну или мне должны отказать предварительно 9 девушек. То есть, то есть что происходит? Ты, результат тоже для тебя не важен. Ты говоришь себе, что я просто подхожу к ней, я уже забираю свой посыл, она мне все равно не нужна, она все равно мне откажет. Я буду общаться с той, которая будет 10-я. 10-я на меня отреагивает хорошо. То есть ты отстраняешься от результата, ты забиваешь на результат. Ты говоришь себе, у меня уже все равно не получилось с первыми 9-ю. Мне нужно просто пройти через них, чтобы получить то общение с 10-ю. Ничего общего с пессимизмом здесь нет. Здесь скорее отрешенность от результата. Результатом является количество. Количество. И ты подходишь, первое, да, да, там. То есть ты спокойнее относишься, как только ты отпускаешь что-то внутри себя, тебе становится легче и спокойней. Спокойнее, ну да, да, нет, нет. Вторая, да, да, нет, нет. Самое удивительное, что вторая, третья, четвертая уже отреагируют на тебя хорошо. То есть не будет такого, что именно десятая. То есть здесь еще раз важно внушить себе, что чтобы десятая девушка на меня отреагировала хорошо, 9 меня должны послать. Следующее. Что тебе сказать? Ну на самом деле смотри, способов преодоления страха очень много. Вот эти два, они очень хорошо работают. Остальные мы разбираем подробнейшим образом на наших тренингах. Можешь в книге почитать, в моей, то есть там есть много информации. Но вот этого уже достаточно для того, чтобы сейчас пойти тебе и сделать. Я тебе просто говорю из своего опыта, из опыта своих учеников. И еще момент, что тебя должно мотивировать? Лично меня в свое время мотивировала зависть. Да, да, зависть вроде бы это плохо, но на самом деле зависть это очень хороший мотиватор. То есть это то, что тебя двигает, если это не черная зависть. То есть когда я видел красивую девушку с каким-то парнем, непонятным абсолютно, я думал, да как так, что, почему он лучше меня? И это меня настолько толкало вперед, что мне безумно хотелось, да как так, доказать себе и ему, не знаю, там, получить такую же девушку. Я думал, я же ничуть не хуже его. Это меня толкало, это заставляло меня преодолевать свой страх. Поэтому пусть тебя толкает зависть. Смотри на людей, которые ходят с красивыми девушками на парней и думай, да как же так, я ничуть не хуже. Пусть это тебя раскручивает, разгоняет, заставляет подходить. Жизнь, она слишком коротка, поверь мне. Она реально несется вперед. Она как скорый пояс, на который ты просто можешь не успеть. Поэтому я надеюсь, что эти способы хоть немного, та информация, которую я сейчас тебе дал, хоть немного тебе поможет. Приходи на тренинги. Увидимся.